Среда обитания. Экологические факторы. Фильм 2. Какие взаимоотношения могут складываться между растениями и животными? Живые организмы активно влияют друг на друга. Известно, что все животные, грибы, большинство бактерий живут за счет зеленых растений, создающих органические вещества. Но и растения в свою очередь не могут существовать без животных. Например, без насекомых опылителей у многих цветковых растений не образовывались бы семена. Без птиц и насекомых многие растения столкнулись бы с проблемой распространения семян. А без грибов такие деревья, как береза, дуб, ель, сосна и многие другие, не были бы рослыми и сильными. С помощью мощной грибницы грибы снабжают их дополнительной влагой и минеральными солями. В чем сущность хищничества? Хищничество – это вид взаимоотношений, при котором животные одного вида ловят, умерщвляют и поедают животных другого вида. Жук, плавунец, голова стиков, лиса, мышей, волк, зайцев. Какова роль хищничества в природе? Хищники играют важную роль в регуляции численности растительноядных животных. Они сдерживают их чрезмерное размножение. Кроме того, хищники служат санитарами, в первую очередь уничтожая ослабленных и больных животных. Таким образом, они препятствуют распространению болезней и способствуют выживанию самых здоровых и сильных особей. Что такое паразитизм? Приведите пример. Паразитизм – это форма взаимоотношений организмов разных видов, при которой один из них, паразит, использует другого, хозяина, в качестве источника пищи и среды обитания. Паразитизм встречается на всех уровнях живого, от вирусов и бактерий до высших многоклеточных растений и животных. Например, дизентерийная амеба – паразит, обитает в толстом отделе кишечника человека, питается клетками его кишечника и крови и вызывает заболевание амебную дизентерию. Известен сверхпаразитизм, когда сами паразиты служат хозяевами для других паразитов. Например, у насекомых могут быть паразиты 2, 3, 4 порядков. Почему некоторые цветковые растения не могут существовать без насекомых? У многих цветковых растений без насекомых не образовывались бы семена, так как насекомые являются опылителями. Венчик у насекомых опыляемых растений привлекает насекомых и в то же время препятствует распространению пыльцы ветром. Какую роль играют грибы в жизни растений? Между грибницей некоторых грибов и корнями деревьев устанавливается тесная связь, полезная как грибу, так и растению. С помощью мощной грибницы грибы снабжают деревья дополнительной влагой и минеральными солями, а в свою очередь получают растения органические вещества. Продолжение следует...